Студент устроил стрельбу в строительном колледже в Благовещенске. Один сокурсник погиб, трое ранены. Точно всего пишут, что пострадавших пять. Я так понимаю, что включая и самого стрелявшего, который, говорят, покончил с собой. Его обложили, и он якобы покончил с собой. Интересно, так это или не так. И, значит, охранника задержали, который дежурил в этот момент в колледже, ЧОП, Сириус А. Ну, естественно, виноват ЧОП и так далее. Потому что, вот вы мне скажите, хоть раз было такое, чтобы кто-то затеял пострелять в колледже, в школе, но уже был миллион раз такой. И охранник это остановил. То есть, это вот даже гипотетически невозможно предотвратить, используя силы так называемых ЧОПов. Ну, тем более, что они, в общем-то, и не для того там стоят. Стоит невооруженный человек, который должен остановить нацеленного на стрельбу человека с ружьем. Странное у них, как бы, представление об охране. Если бы они ставили вооруженных людей, ну, тогда не факт, что больше бы расстрелов не было, если бы там стояли вооруженные люди. Поэтому есть во всем мире придуманные методы, как, ну, они денег стоят, да, как это исключить. То есть, дети приходят, их проверяют. Никто не может зайти, не то что с ружьем, даже с какой-то, в общем-то, ненужной вещицей, да, у него ее найдут. И задержан директор ЧОПа этого, вот, который там, как он, Сириус, да, сейчас и охранник, и директор, еще и бухгалтер, и все остальные будут задержаны. Медведев потребовал от Васильевой отчет после стрельбы в Логовещенске. А почему Медведева не спросить Бортникова, главного ФСБшника, да? А что это такое случилось? А почему, а где же были ваши ФСБшники? Их там море этих ваших козлов, а где менты всякие, подразделения, э-э, и так далее. Почему Медведев не спросит? Сыт. Ну, там же с Васильевой можно спросить, а эти его просто нафиг пошлют, скажут, ты слышишь ничтожество, иди там сиди, где ты сидишь. А мы там с папой, блядь, решаем. Ну, надо больше информации о том, что там случилось, сейчас опять будут крыльями махать и пытаться. Конечно, все это как-то замять, замазать, рассказать о тлетворном влиянии интернета, компьютерных игр, и прочую-прочую херню. То есть, мы все узнаем, что во всем этом виноваты интернет и компьютерные игры. А не тот режим, который установил Путин, людоедский совершенно, не тяжелые материальные условия людей, не то, что со всех сторон они слышат ложь, а она очень сильно травмирует психику и прочее, прочее, прочее. То есть, можно миллион причин назвать и сформировать, нарисовать форму вот этой особой студенческой преступности, связанной с вот такими расстрелами. Они сейчас будут рассказывать, что этот пацан неустойчивый. Я вполне это допускаю, да, вполне, что у него неустойчивая психика. Но вы знаете, все-таки, даже при самой неустойчивой психике, я даже более скажу, при психическом заболевании, если этот процесс контролируется, то это легко предотвратить. Или нелегко предотвратить, но можно предотвратить. А если те, кому положено этим заниматься целыми днями, занимаются тем, что ловят людей с плакатами, обвиняют их в терроризме, ну, значит, это будет повторяться. Продолжение следует...